Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Итак, во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел чемпионат Кыргызской Республики по вольной борьбе. И сегодня мы с вами посмотрим финальные схватки этих соревнований. На ваших экранах весовая категория до 57 кг. Здесь встретились Алмаз Малбеков, он в красном трико. И соответственно в синим трико Алмаз Олу Бегзат. Алмаз Малбеков и Алмаз Олу Бегзат представляют оба спортивный клуб Изобек. Ну и к тому же Алмаз Олу Бегзат является студентом Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. И представляет спортивный клуб Академии физкультуры. Алмаз Малбеков является победителем международного турнира памяти Раджа Пажанаева 2015 года. Бронзовый призер первенства Кыргызстана среди кадетов 2015 года. Бронзовый призер Кубка Кыргызстана 2015 года. Серебряный призер Кубка Кыргызской республики. Серебряный призер первенства Кыргызской республики среди юниоров 2016 года. На взрослом ковре Алмаз Малбеков начал выступать в 2019 году. Правда перед этим в 2018 году он также стал чемпионом Кыргызстана среди юниоров. Чемпион Кыргызской республики 2018 и 2019 годов среди взрослых. Серебряный призер чемпионата страны 2020 и 2021 годов. На международной арене Алмаз Малбеков завоевал бронзовую медаль первенства Азии среди юниоров 2018 года. Но мы видели атаку в исполнении Алмаза с Малбекова. Заработал он 2 балла. До этого еще 1 балл он заработал. Так как Бигзат вышел за пределы ковра. Таким образом счет у нас 3-0 в пользу борца в красном трико. Также Алмаз является серебряным призером международного турнира Яшар Дагу 2021 года и серебряным призером первых игр Содружества Независимых Государств 2021 года. Эти игры впервые прошли в прошлом году в Казани. Итак, 3-0 у нас в счет. Попытался Бигзат пройти в ноги. Не получилось. Хорошо обороняется Алмаз Малбеков. И первый период близится у нас к завершению. Ну и теперь уже наверное Алмаза у Лубикзат во втором периоде будет что-то предпринимать, чтобы как-то переломить ход схватки. Вот мы видим момент, когда 1 балл заработал Алмаз Малбеков. И вот еще одна атака в исполнении Алмаза, где он заработал 2 балла. Таким образом 3-0. И второй период финальной схватки в весовой категории до 57 килограмм. Алмаз Улубикзат является серебряным призером международного турнира памяти Раджа Пажанаева 2015 года. Серебряный призер новогоднего международного турнира среди юношей 2015 года. Еще одну атаку мы видим в исполнении Алмаза с Малбекова. Заработал он еще 2 балла. Таким образом счет стал 5-0. Накат в исполнении Алмаза принес ему 2 балла. Еще 2 балла. Таким образом 9-0. Счет и еще один накат. Победа Алмаза с Малбекова со счетом 11-0. Ну а обязательно могу добавить, что он является чемпионом страны 2017 года среди кадетов. Бронзовый призер первенства Азии среди кадетов 2017 года. Ну и бронзовыми призерами в этом весе стали Абдемалик Карачев, спортклуб «Изабек» и Арстанбек Улубикон Гурш. Дорог Ош. Итак, победа Алмаза с Малбекова. Следующая весовая категория до 61 килограмма. Здесь встретились Жумашбеку Улу, Тайербек. Он в красном трико и в сенем трико. Улукбек, Жалдашбеков. Тайербек представляет команду спортивного клуба «Изабек». Является победителем новогоднего международного турнира 2016 года. Серебряный призер международного турнира на призы Бувай Сарас Айтиева 2016 года. Бронзовый призер международных спортивных игр «Дети Азии» 2016 года. Чемпион Каргизской республики 2017 года среди кадетов. В 2018 году Тайербек стал серебряным призером международного турнира памяти Каба Улу Кажамкула. А в 2019 году выиграл чемпионат страны среди юниоров. Также Жумашбеку Улу Тайербек является серебряным призером чемпионата Каргизстана 2020 года. Бронзовый призер первых игр стран СНГ в городе Казань 2021 года. Ну, в принципе, еще довольно молодой спортсмен. Жумашбеку Улу Тайербек, но подающий, так сказать, надежды. Улу Бека Жумашбекова, любители спорта, хорошо знают, это уже довольно известный наш борец. Он представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта и спортивный клуб «Изобек». Делает рефери на ковре замечание спортсменам, чтобы поактивнее действовали. И схватка продолжается в стойке. Улу Бек является чемпионом страны среди юниоров 2014 года, чемпион Кыргызстана и обладатель Кубка Кыргызстана 2015 года, чемпион Кыргызской республики 2016, 2017, 2019 и 2021 годов. Ну вот, 30 секунд есть у Тайербека, чтобы провести результативную атаку. В противном случае 1 балл будет записан в актив у Лугбека Жумашбекова. Итак, атака в исполнении у Лугбека. Зарабатывает он 2 балла, но, как мы видим, контур атакует Жумашбеку и улитый Тайербек и прекрасный прием, который также приносит 2 балла борцу в красном трико. Таким образом, счет становится 2-2. Не ожидал, видимо, у Лугбек Жумашбеков такого сопротивления от Тайербека, но, тем не менее, в настоящее время, вот в легких весовых категориях, у нас довольно хорошая конкуренция. Ну и это, конечно же, к лучшему, потому что есть возможность с кем посоперничать, посоревноваться и за счет этого, конечно же, спортсмены набираются опыта. Ну а мы смотрим вот эту атаку в исполнении спортсменов, которая принесла борцам по 2 балла. Сначала 2 балла заработал у Лугбек и затем 2 балла сумел в свой актив записать Жумашбеку и улитый Тайербек. Итак, при счете 2-2 начался второй период финальной схватки в категории до 61 килограмма. То, что касается выступления у Лугбека на международной арене, он является чемпионом Азии среди кадетов 2012 года, бронзовый призер первенства Азии среди кадетов 2013 года, чемпион Азии 2014 года среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Азии 2018 года уже среди взрослых, чемпион Азии 2019 года среди спортсменов до 23 лет, и в том же 2019 году у Лугбек Жалбашбеков завоевал звание чемпиона мира среди борцов до 23 лет, а в 2020 году у Лугбек Жалбашбеков стал чемпионом Азии среди взрослых. Таким образом, на сегодняшний день у Лугбек Жалбашбеков является единственным кыргызстанским спортсменом, который становился чемпионом Азии по всем возрастам, то есть по кадетам, юниорам, взрослым и среди борцов до 23 лет. Это, конечно же, довольно большой успех нашего борца. Ну, еще также хотелось бы отметить, что Лугбек Жалбашбеков стал чемпионом Азии среди взрослых, первым, так сказать, из кыргызстанцев. До этого чемпионами Азии становились легионеры. Итак, в атаке у Лугбек Жалбашбеков зарабатывает 2 балла. Попытался накатить он Тайербека, не получилось. И счет 4-3 в пользу у Лугбека Жалбашбекова. Ну, вот мы видим, атаковал Жалбашбеку Лу Тайербек. Один балл он сумел заработать. Таким образом, счет стал 4-4 и еще где-то 50 секунд бороться. Ну, так вот, я говорил, что Лугбек Жалбашбеков стал первым представителем Кыргызстана. Это имеется в виду из наших местных борцов, который завоевал звание чемпиона Азии. До этого чемпионами Азии у нас становились легионеры. Это Базар Базаргуруев, Алексей Крупников, Магомед Мусаев, Айял Лазарев и Муслим Явлоев. Итак, завершается у нас финальная схватка. Атака еще одна в исполнении у Лугбека Жалбашбекова. Зарабатывает он еще 2 балла. И таким образом, можно сказать, эту схватку завершает он довольно умеренно. И таким образом становится в очередной раз чемпионом Кыргызстана. Со счетом 9-4 завершилась эта финальная схватка. Но Жумашбекуну Тайрбек также продемонстрировал нам довольно неплохую борьбу. Ну а бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Тынштик Абазбеков, спортшкола Ленинского района и Азин Мамышев, Республиканский спортивный колледж имени Ширилы Садыкова и спортшкола Ленинского района. Итак, победа у Лугбека Жалбашбекова. А мы с вами смотрим следующую финальную схватку. Весовая категория до 65 килограмм здесь встретились. Алибек Осмолов, он в красном трико и в синим трико и кромжон Хаджимродов. Алибек представляет команду спортивного клуба «Изобек». Он является бронзовым призером чемпионата страны 2017 и 2018 годов. Серебряный призер игр «Исламской солидарности» 2017 года в городе Баку. Итак, в атаке и кромжон Хаджимуратов сумел пройти ноги, захватить ногу своего соперника и в итоге близок к тому, чтобы заработать 2 балла. Обороняется, мы видим, Алибек Осмолов. Ну и в итоге удается заработать 2 балла. И кромжону таким образом он повел со счетом 2-0. Так, далее, как я уже сказал, Алибек является серебряным призером Игры «Исламской солидарности». Бронзовый призер 24-го международного турнира памяти выдающихся украинских борцов и тренеров 2021 года. Победитель международного турнира Яшар Дагу 2021 года. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. В прошлом году на чемпионате мира в схватке за третье место Алибек нанес поражение поляку Кшиштофу Бьянковскому и таким образом стал бронзовым призером чемпионата мира. И вот таким образом Алибек стал пятым бронзовым призером чемпионата мира среди борцов вольного стиля. Напомню, что в 1994 году Кинжибек Амуралеев был бронзовым призером чемпионата мира в Стамбуле. В 2005 году в Будапеште Алексей Крупников стал третьим. В 2007 году в Баку в Азербайджане сразу два наших борца стали бронзовыми призерами. Это Базар Базар Гуруев и Алексей Крупников. Но мы видели атаку в исполнении Алибека Асмонова, которая принесла ему 4 балла. И таким образом счет стал 4-2 в пользу Алибека Асмонова. В 2016 году бронзовым призером был Довдурбек Улу Эламан. И вот в 2021 году на чемпионате мира в столице Норвегии, городе Осло, бронзовым призером чемпионата мира стал Алибек Асмонов. Итак, 4-2 у нас счет. И мы смотрим атаки в исполнении спортсменов после первого периода со счетом 4-2 ведет Алибек Асмонов. Ну и мы видим атаки в исполнении спортсменов. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Амантор Танчебеков, Тайман Бас и Раенбек Улу Сэймык, спортивный клуб Изабек. Итак, вторые 3 минуты финальной схватки в категории до 65 килограмм. Счет 4-2 в пользу Алибека. Ну и теперь познакомим вас с икромженным Хаджем Уродовым, который представляет город Ош. Икромжон является бронзовым призером международного турнира на призы Бу-Вайсара Сайтеева 2015 года, победителем международного турнира среди кадетов в памяти Качкора Эргешева 2016 года, чемпион Каргизской Республики 2018 года среди юниоров и взрослых, бронзовый призер чемпионата страны 2019 года, чемпион Каргизской Республики 2019 года среди юниоров. Также икромжон является чемпионом Кыргызстана среди взрослых 2020 года, серебряный призер чемпионата страны 2021 года. На международной арене, выступая в 2018 году, Икромжон стал бронзовым призером первенства Азии среди юниоров, а в 2021 году завоевал бронзовую медаль 24-го международного турнира памяти выдающихся украинских борцов и тренеров. В том же 2021 году Икромжон стал бронзовым призером чемпионата Азии и серебряным призером первых игр стран Содружества Независимых Государств. Итак, 4-2 по-прежнему счет в пользу Алибека Асмонова. Пытается икромжон Хаджимуродов что-нибудь предпринять, но пока, как мы видим, довольно неплохо проводит эту схватку Алибека Асмонов. Случайно пальцем в глаз попал Алибеку икромжон. Нужно поосторожнее действовать. И схватка продолжается в стойке. Конечно же, все хотят стать чемпионами страны, потому что на чемпионатах республики формируется состав национальной сборной команды для участия в международных стартах. Ну и, конечно же, хочется быть первым номером, чтобы, так сказать, возглавлять рейтинг отечественных борцов. Попытался икромжон еще раз пройти в ноги, не получилось. Хорошо обороняется Алибек Асмонов. И довольно уверенно Алибек, бронзовый призер чемпионата мира, доводит эту схватку до победы. Ну вот еще одна попытка атаки была в исполнении Трамжона, но контратаковал Алибек Асмонов. И в итоге схватка завершена. Чемпионом Кыргызстана 2022 года становится Алибек Асмонов, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Продолжение следует... Следующая весовая категория до 70 кг. Здесь встретились Эрназар Акматалиев. Он в красном трико и в синим трико Аразбек Тактамамбетов. Эрназар Акматалиев представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта. Он является неоднократным чемпионом Кыргызской республики Чемпион Кыргызстана 2018 и 2019 годов среди взрослых Серебряный призер чемпионата страны 2020 и 2021 годов. Бронзовый призер первенства Азии среди кадетов 2015 года. Серебряный призер первенства Азии среди юниоров 2018 года. Также Эрназар Акматалиев является серебряным призером 24-го международного турнира памяти выдающихся украинских борцов и тренеров 2021 года. Тогда он в финале уступил азербайджанцу Али Рахимзаде серебряный призер международного турнира Яшар Дагу 2021 года. Выступая на азиатском олимпийском квалификационном турнире Эрназар Акматалиев в финале одолел иранца Бабака Яздани Чарати, где завоевал путевку на Олимпийские игры. И, кстати, эта финальная схватка была признана лучшей схваткой турнира. Участник Олимпийских игр в Токио Эрназар Акматалиев правда немного не повезло нашему борцу. В первой схватке он минимально уступил борцу из Индию Бажрангу Пуния. Хотя, в принципе, мог и выиграть эту схватку. Но затем Эрназар после Олимпийских игр выступил на чемпионате мира и выиграл серебряную медаль, уступив в финале Магомед Мураду Гаджиеву из Польши. И таким образом стал Эрназар первым кыргызстанцем, который вышел в финал чемпионата мира и завоевал серебряную медаль. Ну и в том же 2021 году, уже после чемпионата мира, Эрназар принял участие в чемпионате мира среди борцов до 23 лет и там уже вот занял первое место, завоевал золотую медаль, где в финале нанес поражение Вазгену Тиманяну из Армении. Ну а мы с вами смотрим уже второй период финальной схватки в категории до 70 кг. Пока 2-0 в пользу Эрназара Акматалиева. Разбег Токтамамбетов представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта спортивный клуб «Изабег» является победителем международного турнира памяти Шерлы Садыкова 2015 года, бронзовый призер международного турнира памяти Ешима Катматалиева 2016 года. Мы видим атаку в исполнении Аразбека, зарабатывает он 2 балла, таким образом счет становится 2-2. Также Аразбек является бронзовым призером международного турнира памяти Качкора Иргешева в 2016 года, бронзовый призер чемпионата страны среди кадетов в 2017 года, серебряный призер первенства Кыргызстана среди юниоров в 2019 года. На взрослых чемпионатах Кыргызстана Аразбек Токтамамбетов в 2020 и 2021 годах Становился бронзовым призером. Итак, Эрназар Акматалиев пытается навязать свою борьбу. Работает первым номером. Выходят спортсмены. Не вышли за пределы Ковра спортсмена. Складка продолжается. 3-2 в пользу Эрназара Акматалиева. И пытаются зайти сзади Эрназар, чтобы заработать 2 балла. Но схватка остановлена и борьба продолжается в стойке. Бронзовыми призерами в этом весе стали Алиатай Мамалеев, Тайман Бас, спортклуб Академии физкультуры. И Аделет Джапаркулов, Республиканский спортивный колледж, спортшкола Ленинского района. Ну и хочу напомнить нашим телезрителям, что 70 кг категория до 70 кг не олимпийская весовая категория. И Эрназар Акматалиев на Олимпийских играх, конечно же, выступал в весовой категории до 65 кг. А вот на чемпионате мира и на чемпионате мира У-23, так же, как и в чемпионате страны, Эрназар выступал в весовой категории до 70 кг. Ну это, конечно же, правильно. Лишний раз не гонять вес. Ну и вот, таким образом, с минимальным счетом 3-2, серебряный призер чемпионата мира 2021 года Эрназар Акматалиев выигрывает Аразбека Токтамамбетова. Ну вот, как я уже говорил, в принципе, в настоящее время в больной борьбе у нас довольно хорошая конкуренция. И это, конечно, радует. Следующая весовая категория до 74 кг. Здесь встретились Исламбек Аразбеков. Он в красном трико и в синим трико. Дагдор Бекулу Эламан. Исламбек представляет команду спортивного клуба Изабек. Эламан представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта. Спортивный клуб «Дордой». Исламбек, конечно же, помоложе своего соперника. Он является чемпионом Кыргызстана 2018, 2019 и 2020 годов. Бронзовый призер Кубка мира 2020 года. Бронзовый призер 24-го международного турнира памяти выдающихся украинских борцов и тренеров. Бронзовый призер чемпионата Азии 2021 года. Но Дагдор Бекулу Эламан является бронзовым призером 17-х азиатских игр. Бронзовым призером чемпионата Азии 2015 года. Бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Ну и в том же 2016 году Эламан стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. В прошлом 2021 году, выступая на азиатском олимпийском квалификационном турнире в схватке за лицензию в Токио, Эламан проиграл Узбекистанцу Бигзоду Абду Рахманову и таким образом не смог принять участие в Олимпийских играх. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Мамас Али Уулу Баянас Тайманбас и Алинор Токиров из Абек Спортклуб. Итак, делает рефери на ковре с замечанием спортсменом. У Исламбека Аразбекова есть 30 секунд, чтобы провести результативную атаку. В противном случае, один балл будет записан в актив Докдор Беку Улу Эламана. Пытается Исламбека Аразбеков провести атаку. Показывает, что хочет пройти в ноги, но Докдор Беку Улу Эламан довольно опытный борец. И в итоге один балл записывается в актив Эламана. Повел он со счетом 1-0 и атака в исполнении Исламбека Аразбекова. Зарабатывает он 4 балла и вложит своего соперника на туше. Таким образом, Исламбек выигрывает своего опытного соперника, призера азиатских игр, чемпионата Азии и чемпионата мира, Докдор Беку Улу Эламана. И Исламбека Аразбекова становится чемпионом Кыргызской республики 2022 года. С чем мы его и поздравляем. Следующая весовая категория до 79 кг. Мухаммад Абдулаев в красном трико, спортивный клуб «Изабек» и Арсалан Будажапов, команда дирекции по олимпийским видам спорта. Мы видим, что Мухаммад Абдулаев попытался провести прием, но Арсалан Будажапов довольно опытный борец. В пятерку, наверное, лучших в России он входит. В настоящее время выступает за Кыргызстан. И, конечно же, сумел накрыть им Мухаммада Абдулаева, довольно молодого борца, и таким образом одержал победу в этой схватке. А бронзовыми призерами в категории до 79 кг стали Айадилет Анарбаев, Карабалта и Бекджан Джамбулов, спортклуб «Изабек», спортшкола Ленинского района. Это мы смотрим весовая категория до 92 кг. Здесь встретились Мерлан Ченебек, Афон в красном трико, и в синим трико Канебек Абдулхаиров. В категории до 86 кг встречались Саякбай Усупов из команды, Тайман Бас, Гордой и Нуртелек Карабаев. Ну, схватка, в принципе, прошла не очень интересно. Закончилась она со счетом 1-1, и по замечаниям выиграл Саякбай Усупов. То есть в первом периоде 1 балл заработал Нуртелек Карабаев, во втором периоде 1 балл заработал Саякбай Усупов, и таким образом, по последнему замечанию, при счете 1-1, Саякбай Усупов стал чемпионом страны. Ну, а бронзовыми призерами в весе до 86 кг стали Станбек Улус Амадбек, спортшкола Ленинского района, Республиканский спортивный колледж и Аделет Муратбаев, Тайман Бас. Итак, весовая категория до 92 кг, Мерлан Ченебеков, Тайман Бас, является бронзовым призером международного турнира памяти Кабаулу Кажамкула 2016 года, обладатель Кубка Кыргызстана 2016 года, бронзовый призер чемпионата страны 2020 года, серебряный призер чемпионата Кыргызстана 2021 года. Со счетом 2-0 после первого периода ведет Канабек Адул Хаиров, и второй период схватки весовой категории до 92 кг. Итак, Канабек Абдул Хаиров, дирекция по олимпийским видам спорта, школа Тайман Бас. Канабек является серебряным призером международного турнира памяти Ишина Кутмана Леева 2016 года, серебряный призер международного турнира памяти Раджата Джанаева 2017 года, Ну и мы видим атаку в исполнении Мирлана Чанабекова, заработал он 2 балла, еще 2 балла записал свой актив, еще 2 балла, таким образом счет становится 6-2, пытается развить свое преимущество Мирлан, но больше наката не получилось, и схватка продолжается в стойке. Также Канабек Абдул Хаиров является бронзовым призером первенства Азии среди кадетов 2017 года, серебряный призер первенства Кыргызстана среди юниоров 2018 года. И так пытается Канабек Абдул Хаиров атаковать, не получилось, и схватка продолжается в стойке. Бронзовыми призерами в категории до 92 килограмм стали Исламбек Распеков, город Талас, и Мухаммед Али Умурзаков, город Ош. Ну и вообще стоит сказать, что в последнее время наши борцы больного стиля радуют нас своими выступлениями на международной арене. Ну и, видимо, вот был небольшой провал одно время, и сейчас вот подросли ребята, уже, как сказать, новые, это и Арназар Акматалиев, и Алибек Усмулов, и другие наши борцы, и теперь вот уже могут конкурировать на международной арене практически с любыми борцами, что, конечно же, радует. 6-4 у нас стал счет, по-прежнему ведет Мерлан Чанабеков, и пытается Канабек Абдул Хаиров сравнять счет, и, в принципе, если он заработает 2 балла при счете 6-6, конечно же, победит борец в синем трюку, но, как мы видим, довольно хорошо обороняется Мерлан Чанабеков, не дает пройти себе в ноги, еще одна попытка, и вновь обороняется Мерлан Чанабеков, и практически не оставляет шанса Канабеку Абдул Хаирову провести атаку. Ну, здесь уже время завершилось, этот прием был после свиска, таким образом, в этой схватке выигрывает Мерлан Чанабеков и становится чемпионом Кыргызской республики 2022 года весовой категории до 92 килограмм. Ну, а мы еще раз с вами смотрим результативные атаки в исполнении спортсменов. Это мы видим, когда в одной атаке набрал 6 баллов Мерлан Чанабеков, а это вот атака, где 2 балла в свой актив записал Канабек Абдул Хаиров. Итак, победа Мерлана Чанабекова, с чем мы его и поздравляем. Следующая весовая категория до 97 килограмм. Здесь встретились Магомед Бугунов, он в красном трико, и в синим трико Арзуубек Карыбеков. Магомед Бугунов представляет команду Трудовые резервы школа Тайман Бас, является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2021 года. Мы видим в атаке Магомед, зарабатывает 2 балла, попытался накатить своего соперника Магомед, но не получилось. В итоге 2-0, и схватка продолжается в стойке. Арзуубек Карыбеков также представляет команду Трудовые резервы Тайман Бас школа. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Байаман Мактебеков, республиканский спортивный колледж город Талас, и Адалбеку Луусон, Жаллабад. Никак было не оценено это действие, но вот Арзуубек Карыбеков все-таки сумел зайти сзади соперника, заработал 2 балла, таким образом счет стал 2-2, пытается Арзуубек накатить, не получилось, и схватка продолжается в стойке. Ну, как любители спорта знают, довольно долго в этой весовой категории нашу страну на международной арене представлял Магомед Мусаев, ну и в принципе Магомед стал чемпионом Азии в этой весовой категории, ну и участвовал дважды в Олимпийских играх. Проходит ноги Магомед Будунов, но как мы видим обороняется Арзуубек и в итоге первый период завершен, при счете 2-2 спортсмены уходят на перерыв. Ну и до Магомеда Мусаева в этой весовой категории до 97 кг выступал Алексей Крупников, который также становился чемпионом Азии и дважды бронзовым призером чемпионата мира. Ну и также Алексей участвовал в Олимпийских играх. Итак, второй период финальной складки весовой категории до 97 килограмм. Пока счет 2-2. Ну и если говорить о спортсменах, которые завоевывали звание чемпионов Азии, по взрослым я вам уже их назвал. Это Базар-Базар-Груев, Алексей Крупников, Магомед Мусаев Аяу Лазарев, Муслим Явлоев и Улухбек Желудужбеков, то среди юниоров и среди кадетов, конечно же, довольно много борцов становились чемпионами и призерами. Итак, 4-3 счет в пользу Арзубека Карлбекова. Еще 2 балла он заработал. Пытается накатить Магомеда Бугунова, но не получилось и схватка продолжается в стойке. Ну, как любители борьбы, любители спорта полнят лет наверное так 15 назад у нас был Магомед Будунов по-моему в 2004 году он стал чемпионом Азии среди юниоров. Тоже довольно неплохой борец был. Но потом вот ушел так сказать из большого спорта и вот вновь у нас появился еще один Магомед Будунов. Но пока он проигрывает еще одна атака в исполнении Арзулбека Коробекова еще два балла он зарабатывает таким образом счет становится 8-3 в пользу борца красным синим трико и вот атака в исполнении Магомеда Будунова два балла он заработал но времени уже практически не остается 8-5 счет и вот в конце еще мог заработать Арзулбек Коробеков но время завершено и в итоге победа Арзулбека Коробекова в этой схватке и таким образом Арзулбек становится чемпионом Кыргызстана в весовой категории до 97 кг 2022 года и супер тяжелая весовая категория до 125 кг здесь встретились Бекболот Тактагонов в красном трико и в синем трико Музафар Жапоев Итак Музафар в атаке зарабатывает 4 балла и ведет в этой схватке Музафар Жапоев борец в синем трико представляет город Кант является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2017 года чемпион Кыргызской республики 2019 и 2021 годов Бекболот Тактагонов как любители спорта знают сам представляет школу дзюдо здесь он выступал за спортивный клуб и за бег но Бекболот Тактагонов является дзюдоистом 4 балла зарабатывает Бекболот таким образом 4-4 становится счет и не удалось положить на туше ему Музафара и схватка будет продолжена в стойке Бекболот Тактагонов является бронзовым призером первых юношеских олимпийских игр подзюдо чемпион Азии среди молодежи 2011 года чемпион Кыргызстана под дзюдо 2012 2013 2017 2018 и 2021 годов бронзовый призер Гранд Слэм Дюссельдорф 2018 года в принципе Бекболот Тактагонов довольно известный дзюдоист но вот в этом году решил попробовать свои силы в чемпионате Кыргызской республики по вольной борьбе хотя вот неделей ранее этого чемпионата Бекболот в очередной раз завоевал звание чемпиона Кыргызской республики по дзюдо и так 4-4 пока счет и пытается Бекболот Тактагонов работать первым номером ну конечно же здесь борьба другая дзюдоисты привыкли работать в кимоно там есть за что держаться а в борьбе в вольной в греко-римской конечно такой возможности нету ну вот мы видим еще 4 балла зарабатывает Музафар в запоев и таким образом уходят спортсмены на перерыв ну а мы давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении спортсменов ну в принципе получается супер тяжи исключительно 4-бальные броски проводят это 3 броска и 3 броска по 4 балла и при счете 9-4 у нас начинается второй период пытается бигболот тактагонов провести прием ну вот как я уже говорил здесь нету кимоно не за что держаться и конечно же вот такой прием очень трудно провести потому что руки скользят но тем не менее бигболот тактагонов пытается попытался подножку подставить не получилось в любом случае пытается бигболот работать первым номером ну конечно же Музафар Жапуев поопытнее бигболота именно в вольной борьбе но тем не менее как мы видим бигболот не сдается зарабатывает 2 балла таким образом 9-6 становится счет вновь первым номером работает бигболот тактагонов еще один балл записывает все таким образом уже 9-7 становится счет и вновь идет вперед бигболот тактагонов в принципе можно сказать функционально хорошо готов борец в красном трико и вот попытался скрутить бигболот тактагонов музафара но выскользнул борец синим трико из так сказать объятий бигболота тактагонова и в итоге вроде бы 2 балла должен был заработать бигболот но на самом деле 2 балла заработал музафар так как накрыл своего соперника и счет стал 11-7 в пользу музафара жапуева одна минута еще есть до конца схватки попытался бигболот провести прием не получилось еще 2 балла записано было в актив музафара жапуева и таким образом счет стал 13-7 сразу отмечу что бронзовыми призерами в этом весе стали Арсланбек Турдубеков дирекция по олимпийским видам спорта спортклуб Дордой и Балатбек Улу Автандил представитель республиканского спортивного колледжа не удалось бигболот тактагонову стать чемпионом страны по вольной борьбе но то что он вышел уже в финал многое говорит о возможностях этого спортсмена за неделю он стал чемпионом Кыргызстана по джидо и серебряным призером чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе и так поздравляем всех победителей и призеров чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе 2022 года Кыргызстана 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 Мы желаем всем нашим спортсменам дальнейших успехов в спорте а сейчас наша традиционная рубрика которая называется Карвин Ньюз Всеми любимый спортивный комплекс открыл свои двери в 1999 году и предлагал своим гостям такие спортивные направления как плавание теннис и фитнес прошло какое-то время и в мире многое поменялось как в спортивных направлениях так и в спортивном оборудовании и в 2014 году Карвин Клуб был полностью реконструирован в настоящее время Карвин Клуб это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса плавания тенниса но все по порядку здесь имеются взрослые и детские бассейны где члены и друзья клуба могут заниматься плаванием водным полом и аквааэробикой в просторном тренажерном зале под присмотром профессиональной команды инструкторов вы сможете стать подтянутым и мускулистым к вашим услугам тренажеры от известных мировых брендов прекор и хойст многофункциональная рама для кроссфита и индивидуальный подход к каждому клиенту здесь же имеется профессиональный боксерский ринг для занятий боевыми единоборствами в Карвин Клубе к вашим услугам студии групповых программ сайкла и йоги и крытый теннисный корт отвечающий всем современным требованиям для самых юных любителей здорового образа жизни предусмотрены такие направления как художественная гимнастика и дзюдо в Карвин Клубе вы сможете пройти профессиональную реабилитацию фитнес-тестирование и кинезиотерапию также к вашим услугам комплекс саун хамам и различные виды массажа здесь для взрослых и детей действует 7 видов клубных карт сроком на 3, 6 и 12 месяцев ну и ко всему прочему в Карвин Клубе для членов клуба и их друзей проводятся соревнования по плаванию теннисные турниры фитнес-туры а также праздники и другие мероприятия я выбираю Карвин теперь твоя очередь в общем добро пожаловать в Карвин Клуб фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане не можете поделить телевизор дома второй не помогает 8-зальный кинотеатр в Дордой Плаза зал Аймакс и новый зал Долби Атмос с ошеломительным звуком Дордой Плаза погрузись в другую реальность время нашей передачи подошло к концу с вами был Тахир Гафоров до свидания до следующих выходных ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА